Внедрение с октября прошлого года в Воронеже 6 тысяч платных парковочных мест в двух районах Центральном и Ленинском кардинально разделило общественное мнение горожан. Чтобы максимально учесть пожелания тех, кто критикует концессионное соглашение об организации платных парковок, Общественная палата Воронежа организовала публичные слушания. Они проходили в главном зале Воронежской городской думы, собрав более 150 участников и десятки представителей СМИ. Народных избранников представлял заместитель председателя городского парламента Алексей Пенигин и другие депутаты. Ввела заседание член Общественной палаты городского округа город Воронеж Галина Кудрявцева. Мы объявили о том, что мы забираем вопросы к власти от всех желающих. Вот таких вопросов поступило больше трех десятков. Мы их свели и получилось 28 вопросов, на которые город Воронеж, администрация должны нам дать ответ. Первый заместитель главы Воронежа по городскому хозяйству Сергей Петрин ответил на десятки вопросов, проиллюстрировав их с помощью видео и других информационных ресурсов. Он особо подчеркнул, что финансовая модель, которая была прописана в концессионном соглашении, по поводу оплаты парковочного пространства выдерживается почти на 100%. А в его нормативно-правовую базу вносятся важные изменения. Например, это сокращение времени парковки на один час, увеличение до 60 минут бесплатной парковки перед учреждениями образования и здравоохранения, а также новые льготы для многодетных семей и ветеранов боевых действий, которые до конца месяца вступят в законную силу. И депутатский корпус, и представители исполнительной власти настроены на конструктивный диалог с обществом и регулярно вносят изменения в действующую схему концессионного соглашения.